ДОНБАСС 16 тонн строительных смесей мы доставили на КАМАЗе в разрушенный город. Город Дебальцев восстанавливается. Я был здесь в феврале, сейчас апрель месяц, картинка совершенно другая. Видно, что республика занимается городом, что убрана техника с улиц, что идет восстановление жилого фонда, социальных объектов. Привезли в город Дебальцево то, что им сейчас крайне необходимо, а именно 16 тонн строительных сухих смесей. На данный момент в Дебальцево идет программа восстановления многоквартирного жилого фонда. Удалось запустить работу хлебозавода, городской больницы, детского сада и шести школ. Была открыта социальная столовая. Сейчас уже началось полноценное восстановление в небольшом этапе. Одним подрядчиком, сейчас базируется, собирается 2-3 подрядчика серьезно сюда подключиться на восстановление. Я думаю, что через неделю тут будет порядка 2-3 тысяч человек подрядных организаций и наши жители тоже будут участвовать в восстановлении уже за заработную плату, чтобы деньги не уходили из города. Ну, в принципе, думаю, к отопительному сезону весь город восстановим. Процесс восстановления запланировано произвести в несколько этапов. Первый из них – работу будут вести среди социальных объектов плюс несколько многоквартирных домов. В план на второй этап внесено 86 многоквартирных домов. Мы передали груз главе городской администрации Дебальцево и поинтересовались, на что планируется его израсходовать. Я планирую расходовать на восстановление жилых домов пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны. Еще хочу потратиться немного этих материалов для восстановления памятника Великой Победы, потому что это то, что должно вдохнуть жизнь, мораль правильного нашего будущего государства. Сухие смеси были выгружены на одном из складов в городе и будут взяты для работы в самое ближайшее время. Огромная благодарность всем, кто оказывает помощь, в частности, вот эти строительные смеси, которые будут использованы при восстановлении города, предоставила российская компания «Русиан». И я хочу еще сказать огромную благодарность гуманитарному фонду Екатерины Губаревой за помощь в доставке этого груза. Они его сюда перевезли, они его складировали, они нам его предоставили. Спасибо огромное этому фонду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!